Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик. Меня зовут Ирина. Большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я хочу с вами поделиться своими любимыми масками и теми масками, которыми я пользуюсь. Последнее время в уходе за своими волосами. Если вам интересно такого рода видео, конечно же, оставайтесь со мной, берите кружечку чая. И я вам желаю приятного просмотра. Вон, вон, туда. Начнем с того, что я всегда, в принципе, почему-то, когда я выбираю себе уход за волосами, я себе беру шампунь и маску. В очень редких случаях я беру себе бальзам. И только лишь по той причине, если у бренда, либо у этого шампуня нет в дуэте, собственно говоря, маски. Но это бывает очень редко. Сегодня я хочу с вами именно сакцентировать свое внимание на масках, которыми я пользуюсь, которыми я пользовалась. Какие-то мне очень сильно понравились, какие-то нет. И просто хочу пару слов о каждой сказать, чтобы вы, мои хорошие, знали примерно, какие есть маски, какое у меня о них сложилось мнение. И, в принципе, сразу же сделаю пометку, что это сугубо мое личное мнение. Это просто мой опыт их использования. И вам не нравится какая-то маска, которая понравилась мне. Это просто наша с вами особенность. И я вам никоим разом не навязываю. Я просто хочу с вами поделиться своим мнением о тех масках, которыми я пользуюсь. Сразу же еще хочу сообщить о том, что данные маски, они все идут до 600 рублей. То есть, в принципе, это маска, которая... Те маски, которые могут себе позволить абсолютно каждые девочки. Но есть тут даже маски очень-очень бюджетные, которые, в принципе, очень неплохие. Ну так вот, что-то много наболтало. Давайте уже приступим и поговорим о масках. Первая маска, которая меня впечатлила... Первая маска, которая меня изначально впечатлила, покорила. Хотя я к ней отнеслась изначально, когда я ее увидела достаточно скептически. И я сейчас вам говорю о бренде маски от бренда Ифраше. Это маска Anti-Age. Она идет у нас с камелией и маслом виноградом. Данная маска, как производитель говорит, то, что она идет натуральная, растительная. Ее объем всего 150 мл. Как вы видите, шайбочка очень маленькая. Данная маска, она у меня сейчас на самом деле стоит в запасах и ждет своего часа, когда я ее открою. Может быть, даже сегодня после съемки этого видео я ее поставлю себе в ванную и буду ей пользоваться. Минусы данной маски заключаются в том, что она стоит достаточно небюджетно, но на скидках и на каких-то акциях можно ее даже получить в дар от бренда. Второе, это то, что вот этого объема мне всего хватает раз на 7 где-то, не более того. И, наверное, все. Все минусы, которые есть у этой маски. Плюсы то, что ее можно наносить как на кожу головы, так на всю длину. После использования данной маски волосы рассыпчатые, они напитанные, они какие-то увлажненные, они приятные, хорошо поддаются укладке. Мне понравилась данная маска, как работает на волосах. Лично на моих волосах, которые на кончиках посеченные, но это, наверное, проблема всех длинных волос. Сколько бы вы их ни стригли, какой бы уход у вас ни был, все равно какой-то секущийся волосок на волосах появится. Данный бренд позиционирует эту маску, то, что она идет омолаживающая маска, но какого-то супер-пупер омоложения у этой маски я не заметила. Но всецело она мне очень понравилась. И если вы будете в магазине и фраше, либо в бутике, либо онлайн будете смотреть, я вам настоятельно рекомендую присмотреться к данной масочке. Лично мне она очень понравилась. Следующая маска, которая меня очень сильно удивила, поразила, и я ее открыла для себя в прошлом году, это маска от бренда Прелесть Professional. Данная маска у меня идет в серии Кератинотерапие, с жидким кератином и маслом Жужеба, объем и укрепление. Безусловно, эта маска идет чистый силикон. Эта маска тут, ну, наверное, минимальное количество каких-то натуральных компонентов. Я ей пользовалась, уже, наверное, банки три я использовала. Кстати, вот этих вот баночек от и фраше я, наверное, использовала. Вот это у меня третья шайбочка, которую я беру, то есть она у меня регулярно должна быть в моем уходе. Вот эта же масочка могу вам сказать. Тут написал производитель то, что без СЛС и красители. Да, действительно, она прозрачного цвета идет. Она идет с такой приятной отдушкой, которая меня не отталкивает, она мне даже очень симпатична, могу сказать. Здесь есть такая заглушка, которая очень герметичная. Объем в этой маске аж 500 мл после вскрытия 12 месяцев. Ее нужно наносить на длину, чисто на длину, и производитель нам говорит то, что ее можно использовать. То есть это такая экспресс-маска 3-5 минут. Я ее держу где-то 5-10 минут для того, чтобы действительно был результат. Мне нравится, как после этой маски, какие они напитанные, рассыпчатые, легко расчесываются. Они такие гладенькие, приглаженные, точнее, никаких пушковых волос не будет, ничего такого. Мне эта масочка понравилась. Смело тоже вам могу ее порекомендовать. Но вот такие маски, где присутствует очень много силикона, и эта маска достаточно бюджетная, кстати, она стоит в пределах 200 рублей. Я, наверное, не советую вам пользоваться ее очень-очень часто. Я, по крайней мере, данную маску ее где-то буквально за месяц использую, потому что после каждого применения шампуня я использую данную маску. И потом просто какой-то период времени делаю перерыв. Если вы не пользуетесь такими масками каждый день, то, в принципе, раз-два раза в неделю данной маской можно воспользоваться, и она вашим волосам точно не навредит. И я это лишь говорю лишь только потому, что силиконы, в принципе, они немножечко могут подсушивать волосы. Это лично мое мнение. Но как все цело волосы смотрятся после этой маски, если их пользоваться все-таки аккуратно, осторожно. Мне нравится, как выглядят волосы. В прошлом году, летом, она меня спасла. Вот это была просто моя палочка-вручалочка. И сейчас, как вы понимаете, у меня шайбочка ждет своего летнего часа, когда я буду пользоваться летом. Следующая маска, которая мне очень сильно понравилась, я ее воспользовалась уже раза три. Это маска, которая идет с разогревающим эффектом. Она идет крайне бюджетная, в пределах 150 рублей. Я могу вам сказать, это маска, которая, могу сказать, что эта маска, она из разряда бюджетно-хорошо. Мне она понравилась серьезно, но у нее есть небольшие такие минусы. Сейчас мы с вами о них поговорим. Я вам сейчас раз говорю о маске бренда Floresan. Крапива и хмель горячая маска с мультивитамином комплексов для стимуляции роста волос. Ее нужно наносить на грязные волосы на 20 минут, а потом просто идти и, собственно говоря, смывать ее с волос, смыть дальше свои волосы. Что могу отметить для себя? У нее есть неприятная душка крапивы, которая мне не очень симпатична, она мне не очень нравится. И каким бы я шампунем потом не пользовалась, все-таки данная душка, она потом все-таки остается на волосах. Для меня это минус. Еще один безусловный минус этой маски заключается в том, что когда, к примеру, я делаю эту маску, сегодня, если утром я сделала маску Ritual с этой, точнее, наносила эту маску, завтра утром мне нужно будет повторно помыть волосы. Каким-то образом она так сильно питает корни волос, что все-таки как бы еще в плюсах выработка вашего себиума, кожного сала, провоцирует то, что на следующий день ваши волосы будут грязные. Но это действительно заметно. Маска печет, подпекает приятным теплом ваши волосы, как известно, тепло оно разогревает, подгоняет кровь к волосяным луковицам, тем самым питает, и, возможно, да, после использования этой маски я вижу какой-то бешеный дикий рост на своих волосах, и это будет просто must-have, must-have еще. Но так всецело мне маска понравилась. Мне понравилось, понравилось, насколько волосы были такие, знаете, рассыпчатые. И, кстати, да, безусловно, минус девочек, обладательниц длинных волос, наверное, у вас так же, как у меня, вот зачастую я, кстати, этой маской не пользовалась еще, точнее, вчера и сегодня я не пользовалась, у нас волосы, у кого длинные волосы, есть такое, то что, ну, по крайней мере, у меня волосы прибиты к скальпу, то есть у меня нет дикого объема от природы, то есть у меня по тяжести волос все стремится к земле, да. С этой маской я заметила то, что если я утром помыла волосы, нанесла эту маску, то когда я высушиваю волосы, у меня, знаете, они встают дыбом, у меня реально появляется такая шапка хорошего объема, то есть она каким-то образом приподнимает именно волосы от корней. Мне очень понравилось, ее здесь объем 450 миллилитров, производитель рекомендует нам ее наносить 2-3 раза в неделю, собственно говоря, ну, поэтому он ее рекомендует столько раз наносить, потому что после использования данной маски на следующий день волосы будут такими жирноватыми. То есть, в принципе, маска мне понравилась, но минус в том, что волосы грязноватые потом на следующий день. Следующая маска, которая, знаете, такая вот, я к ней и вот с одной стороны, и с другой стороны, и с пятого, и с третьего бока, но все-таки она у меня есть, и я хочу с вами сегодня о ней поговорить. Это маска, которую я покупала в аптеке, она идет с красным перцем и корицей. Безусловный минус данной маски, это дикий аромат корицы. Другой минус данной маски, то, что она жидкая. Третий минус маски, то, что она быстро заканчивается. Данной упаковки мне хватает раз, наверное, на 6. Всего 250 миллилитров, потому что она течет по волосам. Производители рекомендуют наносить на, по-моему, сейчас вам скажу, на сколько минут. 3-4 минуты. Но за 3-4 минуты данная маска, она не срабатывает, то есть ее нужно хотя бы минут 5-10 подержать. Но я, вы знаете, никак не могу выдержать 10 минут с ней, потому что этот дикий аромат корицы, который мне не симпатичен, я его быстренько бегу смывать. Немножечко теплый эффект есть, но больший разогревающий эффект дает, к примеру, вот эта маска крапива-хмель от Floresan, могу вам сказать. Вот это все-таки менее активно в этом плане, но, может быть, если ее как-то по-другому наносить на волосы, может быть, она как-то по-другому заработает. Но я не вижу смысла использовать маски какие-то, покупать себе уход, и скакать с ним с бубнами, для того, чтобы появился результат. От этой маски тоже, кстати, присутствует небольшой объемчик на волосах, но от предыдущей маски больше объема, нежели от этой. Неплохая маска, но еще раз говорю, она у меня такая вот, непонятно какая еще, но я ей пользуюсь, я решила вам ее показать. Так что вот так вот. И следующая маска, которую я вам хочу показать, которая перевернула вообще мое мировоззрение о данном бренде, до этой маски, я пару раз покупала, один раз, точнее, покупала уход от этого бренда, но я его буквально пару раз воспользовалась и выбросила напрочь, это был шампунь и бальзам, то есть мне совсем не понравилось. А вот то, что у меня попалось, и то, чем я пользуюсь, меня просто удивило, впечатлило, и я скажу вам, да, она мне понравилась. Я сейчас говорю о маске от бренда Сьос. До знакомства с этой маской я проходила мимо этого бренда, то есть я вот, когда он только появился на рынке продаж, я его попробовала, мне он не понравился, и всегда его больше вообще никак не покупала. Он мне попадался в коробочке красоты, кстати. Эта масочка, она идет в мгновенная маска для мультипобрежденных истонченных волос. Она здесь против повреждения, ломкости, сечения, потери объема, электролизации, спутанности в тусклости. Объем 250 миллилитров, как вы видите, она у меня стоит в ванной комнате. Она имеет приятнейший аромат, который мне настолько сильно нравится, что я даже получаю какое-то определенное эстетическое удовольствие, когда пользуюсь этой маской. Она действительно очень быстрая, буквально вы ее нанесли, там что-то сделали, буквально пару минут смываете, волосы блестящие, гладкие, такие нерассыпчатые, приятные, приятно пахнут, мне очень понравилось. Да, она, конечно, силиконистая, она такая, присутствует в ней силиконы, но какое-то правильное количество, и мне нравится. То есть я ее использую чисто на длину, на кожу головы я ее не использовала ни разу, объем 250 мл, удобная упаковка, легко наносится, легко распределяется, мне понравилась данная маска, здесь производитель, кстати, пишет то, что какой-то серийный протеин формула, возможно, и вообще, как бы, в принципе, неплохая маска, которая мне понравилась. Я вам могу и тоже смело порекомендовать, отличная маска, несмотря на то, что данный бренд я всегда мимо проходила, но сейчас я, как закончится эта маска, обязательно попробую какие-то еще масочки данного бренда, так что вот так вот. Ну все, девчонки, это все, что я хотела вам показать и рассказать о своем уходе за волосами именно в разделе маски, если вы хотите посоветовать мне какую-то масочку, у вас есть какие-то фавориты, конечно же, пишите свои комментарии, с удовольствием почитаю, посмотрю, может быть, какую-то вашу любимую масочку, как какая-то моя закончится, конечно же, попробую. Если у вас какое-то есть мнение об этих масках, вы ими пользовались, конечно же, тоже дайте знать, мне интересно послушать ваше мнение, если вы ими пользуясь, какое оно сложилось у вас, если вы зашли ко мне впервые и вам было со мной интересно, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, если вы подписаны, но вам по какой-то причине не приходят уведомления, не забудьте кликнуть на колокольчик, и вы будете в курсе событий того, что происходит у меня на канале. Я же вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, желаю вам красивых волос, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео, с вами была ваша Ирина, до новых видео, всем пока-пока!